Всем большой привет! Рада вас видеть у себя в гостях. Сегодняшнее видео будет посвящено обзору моей коллекции ароматов, моих парфюмов. Давно уже обещала снять такое видео, поэтому девочки, кто любит, давайте наслаждаться вместе со мной. Я буду описывать ароматы, как я их чувствую, и буду про каждый аромат говорить нотой. Давайте начнем с моего самого любимого аромата. Это Dolce & Gabbana Light Blue. У меня в объеме 50 мл. Знаете, очень женственный, чувственный, обворожительный, такой строгий аромат. Строгий, но в то же время пленительный. Вот вырисовываются образы такой яркой, независимой, немножко горделивой девушки, но в то же время пленительный и обвораживающий с первого взгляда. Очень стойкий аромат, мною очень любимый. Я редко покупаю ароматы в объеме 50 мл, потому что они мне часто надоедают, долго используются, что-то хочется новенькое. Но вот это исключение, здесь 50 мл, я просто влюбилась с первого взгляда. Здесь верхние ноты это сицилийский кедр, яблоко, колокольчик, сердечные ноты, свежесть бамбука, жасмина, белая роза. А базовые ноты цитрус, амбра и мускус. Я вообще так заметила, что ноты амбра, мускуса просто сводят меня с ума. Я их очень люблю. И во многих других ароматах, которые вы сегодня увидите, они будут встречаться. Очень красивый, лаконичный, лаконичный, простое оформление мне нравится. Притягательный аромат, притягательный, он очень стойкий. С ним вы можете проходить весь день. Больше я его использую в такое, знаете, вечернее, в прохладное время. Летом, днем для меня он все-таки будет немножко таким тяжеловатым. Следующий аромат мною очень любимый. Это Versace Bright Crystal. Здесь уже идет в объеме 30 мл. Это тоже цветочно-фруктовая гамма с таким шлейфовым, мускусным, обворожительным, очаровательным просто шлейфом. Упаковка очень красивая. Давайте я коробочку поставлю. Посмотрите, какая красота и какой красоты сам флакончик. Он небольшой, его удобно держать в руке. Он неимоверно красивый. То есть это прозрачное органическое стекло, такого нежно-розового, если вам будет видно, оттенка. А сам колпачок как огромный сверкающий, такой многогранный кристалл. То есть одно удовольствие держать его в руках, ну и тем более пользоваться. Он у меня уже давно. И, как видите, совсем немножко я его истратила. Он под настроение. Но когда у меня плохое настроение, я его беру в использование. У меня сразу, знаете, какая-то такая романтическая дымка. Сразу романтическое любовное настроение. Потому что он очень чувственный, невероятно женственный. В то же время, как это, знаете, в нём такая женская натура. Даже немного сексуальная открывается. Здесь верхние ноты. Гранат и экзотический юзу. Ноты сердца. Цветочная, такая душистая магнолия. Пион и лотос. То есть цветочный букет яркий. Ну и завершает базовый шлейф. Амбра, мускус и красное дерево. То есть такой замечательный, притягательный. Просто мягкий, нежный, волнующий шлейф. Очень стойкий он. На моей коже очень хорошо раскрывается. Просто мною любимый, обожаемый. Я очень довольна, что он у меня есть в коллекции. Следующий аромат. Это Живанши. Ангел и Демон. Ла Сикрет. Туалетная вода в объеме 30 миллилитров. Я покупала ее очень-очень давно. Несколько лет назад. Когда, знаете, волна этого аромата. Он был очень модный в разных вариациях. Мне понравилась именно эта вариация. Он очень сильный, стойкий, яркий. Сразу такой, знаете, дерзкий. О себе сразу заявляет этот аромат. Такой прям немножко даже рисковатый. Но если дать ему время раскрыться, то он очень даже приятным обволакивает, таким древесным аккордом ударяет. Его использую я только в холодное время. Либо же вечером на какую-то, знаете, вечеринку, такую вечернюю, плавно перетекающую в ночь. Тогда он на мне хорошо сидит. Летом, либо в какое-то другое теплое время, например, на позднюю весну, он вообще не смотрится. В дневное время тоже на мне сидит. Я его постоянно ощущаю. Так, знаете, как спадающая бретелька на сарафанчике. Все время хочется ее поправить. Так и с этим ароматом. Все время где-то он у меня выползает какой-то ноткой. Я его чувствую. Поэтому это аромат какого-то определенного времени и места для меня. Опять-таки, девочки, только мое мнение. Верхние ноты лимон, чай, клюква. Средние ноты жасмин, пионы, вдиная лилия. И базовые ноты пачули, древесный аккорд и мускус. Вот эти мускусы пачули, конечно, просто сводят меня с ума. Своим таким красивым шлейфовым исполнением. Следующий аромат – это недавняя новинка в моей коллекции. Этой весной что-то мне захотелось. Чего-то новенького. Чего-то такого абсолютно женственного. Абсолютно такого нового и весеннего. И я для себя присмотрела аромат Труссарди. Я Труссарди очень люблю. И на этот раз выбрала аромат My Scent. У меня это туалетная вода, 30 мл. Посмотрите, какой потрясающей красоты голографическая упаковка. Уже она поднимает настроение. Ну, пусть она у нас здесь постоит, посверкает. И невоверной красоты сам флакончик. Немножечко перекликается он с Версачи. Вот что-то есть, да? Вот по крышечке, по оформлению тоже небольшой. Здесь 30 мл. Я его, наверное, раз 5-6 выгуливала. Но мне уже хватило, чтобы составить свое мнение. Очень красивый. Прям вот я наслаждаюсь им. У меня уже поднимается настроение. Знаете, здесь роза. Но роза в обрамлении и в красивом. Она в таком букете, что она очень плавная и нежная, благородная, грациозная, женственная. Вот абсолютно весенний и летний аромат. Вот только весна, лето. Сейчас им пользуюсь. В данный момент практически очень часто тянется к нему рука. Он позитивный. Сразу поднимается настроение. Появляется какая-то жизнерадостность. Он очень легкий, абсолютно для меня непритерный, нелипкий. Использую его в дневное время. Верхние ноты сахарной груши и цветы. Ноты сердца, распустившиеся сирени, дамасская роза. И ноты базы, загадочный гелиотроп, медовый кашмиран и белый мускус. То есть роза здесь в таком букете, что она не вылезает на первый план, а очень красиво обыграна. Просто великолепной красоты флакончик. Давайте его тогда поставим вместе с Версачи поближе. Так, немножечко мы подвинулись и теперь продолжаем. Продолжаем мы тоже Трусарди. Туалетная вода 30 мл Донна. Потрясающе красивая упаковка. Мне тоже нравится. Такая белая, грациозная и нежная. Этот аромат был выпущен в 2011 году для уверенных и ярких женщин. Сексуальных, но в то же время нежных. Это восточно-цветочный аромат. Он изящный. Посмотрите на упаковочку. Какой красоты упаковка. Он изящный, он белый, он нежный, он красивый. Флакон стильный, да, белого цвета с такой крышечкой. Очень красивый. Приятно держать его в руках. Видите, тоже не так много я отпользовалась им, хотя он у меня давно. Здесь верхние ноты скандинавский юзу, лимон, спелый персик и манго. Основные ноты это африканский апельсиновый цветок, весенний жасмин и нежный лотос. Для меня это больше вечерний аромат. Для настоящего соблазнения, для такого романтического вечера вдвоем. Вот знаете, прям вот классно. Боже, очень мне нравится. С удовольствием его ношу. Далее мы переходим к еще одной донне от Сержио Тачини. Это и тот случай, когда аромат в объеме 50 мл. Это моя любовь. Это аромат, который со мной уже очень и очень долго. Я, когда первый раз его почувствовала на себе, я просто влюбилась. Я поняла, что он будет моим. Упаковка у него тоже очень и очень красивая. Давайте мы на задний план ее поставим и насладимся оформлением. Пузыречка. Вот такой он длинный, красивый, продолговатый. Он очень легкий, свежий. Для активного времяпрепровождения, для жизнерадостных девушек. На каждый день он абсолютно такой для девочек-девочек. Для нежных таких, утонченных. На каждый день, можно сказать, повседневный. Он очень нежный. Мне он очень нравится. С удовольствием им пользуюсь. Я прям так его не берегу. Тянется часто к нему рука. А сама, вот знаете, тот случай, когда сам аромат подходит к упаковке. Для такой вот грациозной, нежной девушки. Здесь верхние ноты. Бергамот, водяная лилия, лотос, жасмин и ландыш. Базовые ноты. Амбра, мускус, сандал. Вот так здесь все обыграно хорошо. Так приятно, что просто вот ни дать, ни взять. Очень нравится аромат. Давайте мы его вот так, наверное, разместим. По-другому просто не получается. Вот когда я не знаю, чего я хочу. Просто не знаю. То я беру этот аромат. И, как правило, все складывается. И сразу же образ становится законченным. Продолжаем мы с домом Сержио Тачини. Еще один аромат. Это Озон. Очень мне хотелось его попробовать. Помню, покупала я его в Магнит Косметик. Абсолютно не планировала покупку. Как-то зашла, протестировала и поняла, что я его хочу. У него очень простенькая упаковочка. И сам флакончик, и сама упаковка пластиковая такая была прозрачная. Но все-таки мне аромат понравился, и я решила его приобрести. Не прогадала. Посмотрите, практически он у меня заканчивается. Он дневной, он нежный, очень свежий, легкий. Вот знаете, аромат чистоты, легкости, непринуждения, свободы. Для молодой, энергичной, такой спортивной девушки, которая постоянно на ходу, в динамике, в энергии. Вот там аромат жить, любить, дышать полной грудью. Очень такой свежий. Верхние ноты бергамот, лимон и горький апельсин. Ноты сердца, жасмин, роза, чабрец, лаванда. Базовые ноты зеленый чай и кедр. Сочетается просто великолепно на каждый день. Замечательный вариант. Дальше мы переходим к чему-то более сладкому, более сочному, более экзотическому. И в моей коллекции такой аромат представлен из када. Называется Touch Sunset. У меня 30 мл. Посмотрите, какая красивая упаковочка. Прям супер такая сочная, такая летняя, такая яркая. И вот куда бы нам ее поставить. Давайте, наверное, вот сюда мы поставим. Это экзотический, яркий, сочный аромат. Посмотрите, какая красота. Как красиво он оформлен. Здесь на упаковочке мы видим декорирован в таком модном индийском стиле. И, я так понимаю, здесь у нас изображение цветка лотоса. Жара, солнце, пляж, немного сладости, немного липкости, томления, песок, экзотика. Вот все, что на ум мне приходит сразу, когда я ощущаю этот аромат. Не так часто я им пользуюсь, но обязательно должен быть в моей коллекции. Вот просто обязательно, обязательно, обязательно. Люблю его. Здесь верхние ноты апельсин, манго, нектарин. Ноты сердца, малины, яблоко. И базовый кокос, мускус и сандаловое дерево. Очень вкусный в итоге получается коктейльчик. Далее у нас ароматы на каждый день. Это S.Oliver торговая марка. Немецкая компания, которая продает одежду, аксессуары, в том числе ароматы. Вот этот аромат я приобрела. Это больше летний аромат, повседневный. Такой, знаете, полуспортивный. У меня в объеме 30 мл. Довольно прочная, красивая у него упаковочка. Посмотрите. Нигде ничего не вытекает. Можно даже взять с собой куда-то в поездку в дорогу. Такой немного деловой, немного повседневный, немного спортивный. Такой на бегу, на лету. Очень быстрый. Где-то держится 4-5 часов. Дневной. Я им довольна, в принципе. Ну и чего ждать больше. Дальше у меня один есть парфюм из коллекции Ифраше. Я к ароматам, к парфюмам от Ифраше отношусь очень настороженно. Потому что, как правило, они все для меня удушающие. Они настолько яркие, настолько вот прям бьющие в нос, что все, все. Я задыхаюсь от них. Но все-таки затесался в компанию один товарищ. Это вот такой, посмотрите, красивый цветочек. Да, летний, замечательный цветочек. Это туалетная водичка Flower Party. Цветочная диска. У меня в объеме 50 мл. Как его называют, фруктовый компотик. Для меня он немного приторный, немного навязчивый. Такой, знаете, малиноклубничный взрыв. Быстро он не надоедает. Как-то он не раскрывается. Как-то для меня он очень однотипный. Здесь получаются верхние ноты. Так, давайте мы его сюда поставим. Верхние ноты апельсин-мандаринцы. Средние ноты розовая настойка и личи. И базовые ноты ваниль. Ну, как бы так. Есть и есть. Но я особо не в восторге от него. Следующий аромат, который у меня уже заканчивается. Наконец-то, слава богу. Это Antonio Banderas Your Golden Secret. Ее секрет золотой. Туалетная вода в объеме 50 мл. Очень красивая была коробочка. Но у меня она не сохранилась. Так как очень давно я покупала эту туалетную водичку в Этуале. Помню, по какой-то цене около 1200 рублей она стоила. Повседневный, обычный, въедливый, немного скучный, немного утомительный, цветочно-восточный аромат. Вот это все, что я про него могу сказать. Верхние ноты мандарин, бергамот, яблоко, персик. Ноты сердца, гордение, цветок апельсина. И базовые ноты почули, кедр и бобы тонко. Ну, как-то вот он меня не вдохновил. Обычный для меня оказался. И последний экземпляр, который вам хочу показать. Это Salvador Dali Laguna. У меня в объеме 8 мл. Полная упаковочка идет с шикарными губами, носом. Такое потрясающее исполнение. Смотрите, какой красоты, какого цвета. Я опишу ноты. Это цветочно-фруктовая гамма. Верхние ноты лимон, ананас, слива, мандарин, персик. Ноты сердца, итальянский ирис, жасмин, египетская роза, палисандр. И ноты базы, бобы тонко, амбр и почули. Девочки, он шикарный, он самобытный. Он настолько запоминающийся. Вот он цепляет. Вы первый раз его попробуете, вы его не забудете. Потрясающий аромат. Я прям им наслаждаюсь. Я даже, знаете, тестирую его не сколько на себе, а сколько мне нравится из упаковки, как он выглядит. Он потрясающе стойкий. Вы не останетесь незамечены с этим ароматом. Вот такая получилась у меня дружная, красивая коллекция парфюмов. Мне все очень нравится. Девочки, пишите, чем вы пользуетесь, какие у вас любимые ароматы. Оставляйте свои комментарии. Мне будет очень интересно все это почитать. Спасибо, что были со мной. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok